Смотрите какие. Да? Обалдеть, красота. Вон старая ментовка полицейская. А вот французские машинки. Хе-хе-хе, класс. А вот старый какой-нибудь. Алта-кар. Скаутинг форфуд пикант. Ничего себе, такой парадный. Вот это у нас сегодня движ. Саус-Вик, Массачусетс. Круто. Сегодня погода 78 по Фаренгейту. Это плюс 30, наверное, дают? 30 в ноябре. Северный штат. Так, мы тут вышли на озеро на наше. Гуляем. Сегодня у нас в Саус-Вике движняк. А, знаешь, что еще? 250 лет городу. Вот почему много людей. Молодой город. Всего лишь 250 лет. Ну, как для Америки это нормально. Вон там открытый ресторан. Все сидят, наслаждаются прекрасным озером. Тут люди рыбалуют. Кто-то катается на джетски на лодках. Погода сегодня плюс 28, кажется, у нас. Это 8 ноября, чтобы вы понимали. Последние жаркие деньки. Солнышко аж слепит. Так, рыбалка идет. Что, есть? Опа! Плавает рыбина какая-то? Тут водятся бэсы, форель. Короче, у нас люди говорят, поймали недавно. Наши постоянно здесь вылавливали такие крупные-крупные рыбешки. Вон, лодка пошла. О, отцепил. Ничего себе. Ну, вот это рыбину ты поймал. Люди наслаждаются. Выехали с ресторана. Поплыли дальше. Конечно, осень, но в Англии вообще прекрасная пора такая. Она может быть, конечно, холодная, снежная, но... Сейчас вот так вот. Зая, ты как, акклиматизировалась немножко в нашем городе? Ну что, завтра мы наконец-таки выйдем на Майами, на Флориду. Как и планировали. Надеюсь, погода нас не подведет. Такую бы погоду туда в Майами было бы шикарно, да? Можно было бы купаться. Ну, там теплее оно. Я хотел, смотри, на той лодке стоять, просто наслаждаться музыку слушать с этого концерта. Даже не подъезжают думать, ну его нафиг. Корона, морона. Посидим вот так на лодке в воде. Классно, короче. Андрей Михайлович тоже ловит удовольствие, солнышко-заряд. Сыночка, ты первый раз видишь рыбалку? Рыбалочка, да? Сынок. Рыбу ловит дядина с тетей. Не, лодки, да, плавали здесь. Лодочки так, что проплыли. Ой, аж не верится, что скоро на работу. Все, наконец-таки мы в машине, мне аж не верится. Три дня собирались и выехали. Андрей Михайлович кушает. Подал голос. Все, прямой путь на Флориду, ребят. Или в Шарлотт, или на Флориду. Сейчас будем решать по пути. Погнали, сейчас заедем к брату. К брату. И все. И что, Дана? Продолжение следует... Продолжение следует... Киа справа Океан Мы уже подобрались к Коннектикату Слева залив Город Ньюхевен Ньюхевен А? Ты пока эту неделю здесь тусишь, ты говорил? Ну да, на следующий уже поел, туда обратно скажу Ага, а я думал к тебе заехать Думал к тебе у гостей заехать Слышь, а у Леси был день рождения, да? Ну не седьмого вчера был Аааа Это же вчера А шо ж ты пропустил? Получил еще Аааа Ну вот это Хасбанд Вот это Хасбанд, я понимаю Я же после этих похорон уже уехал почти Аааа Пропадаю я Пропадаю я Слани волк, слани волк Все октавы потеряю Пропадаю я Пропадаю я Пропадаю я Пропадаю я Пропадаю я Пропадаю я Аааа Ну а вот и Нью Йорк Сити Два часа пути и мы на месте Недалеко мы живем от Нью Йорка конечно Два, два с половиной часа наверное максимум Еще пробки у нас были немножко застряли На минут пять Сейчас проскочим Нью Йорк где-нибудь остановимся Местные бронкские праджектс Как их называют здесь скворечники На окраине города В таких домах больших в основном люди живут по программам Мало обеспеченные и тому подобное А вообще стоит аренда где-то там квартиры тысячи полторы и выше В Нью Йорке Не сказать что так дешево Ну условия ужасные скорее всего Не везде но в основном Вот он коллега едет пустой Видно с работы сейчас тяжело Тяжело А может на загрузку едет Full load забрать За смаченную цену Надо было рацию с собой взять поспрашиваю Ааа это Вирджиния? В Вирджинии грузов полно В Вирджиния транспорт И у этих ребят много грузов Едем на мост Джордж Вашингтон Единственный мост Раньше был Который Можно было пересечь реку Хадсон Гудзон Как его называют еще на русском И после моста уже начинается штат Нью Йорси И Джорси И Джорси Часто реки это граница Штатов Штатов Дагодуты дороги жить тоже И Айс Сейчас ребята упремся в пробку На Джордж Вашингтон стрит Ой стрит Мост Бридж Пробочка в полчаса Короче Будем толкаться сейчас в машине Понедельник Сколько сейчас времени Еще не так уж Не так уж час пик Сейчас 22 всего лишь Там дорожные работы идут Вот из-за этого пробки Все Проехала Навряд ли тут какая-то из линий будет быстрее ехать Я смотрю Все тормознулись Ох людей живут ребята Белье сушится прямо в окошечке Солнца не видно Мне кажется местами В некоторых квартирах Двадцать миллионов человек Официальная цифра Вот метро Сейчас пойдет Метрошка Вон она квадратная Шестидесятых годов До сих пор ездит Здесь вчера Позавчера Проходили праздники Просто город тусил Потому что у нас тут Выборы Были И Люди праздновали Победу Байдена Или как говорят Проигрыш Трампа Надоело им уже это все Трамповское правление Походу Хотя он сделал много чего Хорошего для страны Но Люди все равно Жаждали перемен И Дождались Так что Посмотрим Что нам принесет Следующий Офис Демократов А не Республиканцев Так как Президент Лично Мало что решает Думаю Именно команда Демократическая В белом доме Будет все решать Будет ли что то лучше или хуже Я Не знаю Для иммигрантов Говорят Будет лучше Для страны Хуже Для развития страны В смысле А нам еще 20 минут Стоять в пробке Вечерний Прикиньте Скала Под скалой мост В Все вот эти фуры 13,6 Но По факту Здесь 13,11 Потому что Считается от оси Трака В Нью-Йорке Ну потому что Снега Все такое Все рассчитаны Машины как близко Крышки И тут как то под этими мостами Цепанул Одного Трактористов Надо искать парковку Надо искать парковку Которая не существует А так ночью приедешь И нет парковочки Что делать Надо Кружить по всему Нью-Йорку Искать Музыри Косток Приборгался Это просто жесть Это ребята Вообще герой Хаммер Сейчас таких не выпускают Уже машины Не знаю Дисконтини Он еще как лимузин Такой длинный Ну за ними ухаживают Их покупают Ухаживают Хаммер Это вообще H1 Это военная машина Ну и на базе военной Машины построили Консумер карты грузов Для людей Которые любят военную машину Или просто большие Куда? Не Там и так же идем Тут одинаково Дорога обратная Дада 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 Ого Аака Ааа Тут авария Вот оно что Вот чего то Хонды Застрял А хоть оттолкал Я бы на нейтралку поставил Да Мечта всех дальнобойщиков Работать На тракхе В Нью Йорк сити Это просто Dream va truu Так Ладно Поехали уже где пробки нет на ловер-левел тут два этажа верхний для траков а нижний для легковышечек Сынуля, а ты чего капризулись? так, идем, сынуля, перейдеваться но я тут в Нью-Йорке, вернее, в Нью-Йорке здесь ломбарды тут они построили такой маленький классный предстатчик и тут когда еще был, такой будет врач а сейчас красиво мост Делавер подъезжаем к городу Балтимор уже на закате дня вот такой вот красивый закат на рекой Делавер все ближе и ближе продвигаемся к Южной Флориде кстати, только что проехали и прямо на мосту была линия, одна синяя, другая желтая один штат Нинджерси другой Делавер ровно по мосту мы переехали из штата в штат вот такие вот границы здесь бывают и тут река и тут река красота заправочка Вава штат Вирджиния бензочка у нас тут по 2,60 дороговато даже на юге бенза, ребята солярка тут лучше, чем у нас а бензин дороже я последний раз на Костка заправлялся есть такой оптовый магазин то там они по 2,11 представьте разница на двадцатку в Мэриленде залился вообще по 3 баксов тут еще более-менее остановились на заправочку сейчас еще пару часов и будем ложиться отдыхать в отеле завтра уже доедем остальные часы локбука нету это хорошо, конечно но уже подустали малый хочет уже на кроватке поспать ну вот, 50 долларов банк 19,5 галлонов я заправил так, чтобы в сравнении с Европой в Германии я заправлялся ездил на ЭКСЕ такой же примерно бак, как на этом ренже 150 долларов 147 евро даже больше, чем 150 долларов представьте, какая разница вот то да вот что значит добывальная страна, которая добывает нефть ну тут конечно 10 дороже там и все такое можно и на 60, на 70 заправить такой же бак но в общем не сравненно в 2-3 раза дешевле по сравнению с Европой Андрюся ты катаешься, да? все, конечная остановка приехали короче, ребята мы в Вирджинии город какой-то там Саус Хилл или Бикон Хилл в общем, Вирджиния вчера остановились в отеле в Халидаин уже выезжаем на Джорджию 7 часиков нам осталось до наших родственников и мы будем на месте вот тут развлекаемся пока Сандрюша пока там мамочка собирается мы тут катаемся да, Длюся? так, все псссс конечная остановка приблили короче, ехали нормально в общем сильных проблем не было малый спал много но ночью здесь в отеле то будильник звенел то еще что-то там телефон какой-то дребезжал и выспаться не получилось нормально думали выехать как обычно пораньше в 8 а уже в 10 и мы еще в отеле еще 5 минут и мочим да, сына? мочим на Джорджию на Атланту сыночка сегодня царство ты уже засыпаешь он 10 часов сюда спит и сейчас уже в полусонном состоянии смотрит в окошко сейчас сядем машину кресло только и сразу все и слязью пойдем спать окей леди и джентльмен поехали вот он холидейн остается позади справа у нас ловсик родной вот он трак заезжает уже три недели меня как нет на работе я бы еще три недели посидел если честно но работать надо новый ловс обалденный сервис это у нас 85 интерстейт фривей вот по нему мы едем прямо в Атланту 6 часов 35 минут до городка Каминг Джорджия на севере Атланты Ребята мы в Джорджии погодка налаживается накатили вчера до Атланты здесь уже второй день сегодня будем ночевать в отеле а сейчас едем с моим родственником постреляем короче сегодня у нас ветеран day и надо это дело отметить короче хотя мы не ветераны еще пока но едем раньше вон наш отельчик меня уже ждут на час ватсап мэн я тут сразу блогерство веду свое ох тут кружка кофейная модная ну да слушай классно у тебя динали вообще такой настоящий американ американ стайл смотрите вот это семейный авто о это я вижу уже есть эти прицелы а джорджи а джорджи это штат консервативный оружие любят сильно сейчас поедем проверим что у нас есть АК-47 драгунов 9 9 миллиметров 10 миллиметров базука за собой катюшу тянем да надо еще в пе страшно подтянуть на танке чтобы подъехал знаешь где-то в джорджии тоже живет слушай на это конечно кавто был ехать на таком да многодетному только да даже я тебе скажу и бездетному можно на таком кататься спокойно комфортно так это у нас Камен Джорджия неподалеку от Атланты на севере Атланты да на севере получается 40 минут наверное от Атланты да примерно такой городочек хороший здесь школы такое спокойное место по сравнению с Атлантой так мы зашли на shooting range наши мишеньки идем с Денисом стреляют видите gun range тут и магазинчик такой и сразу развлекательный центр вот смотрю классные велики ребята продают это электробайки на батарейке сейчас покажу вам цену сколько стоит 3000 3000 баксов вот этот байк стоит вот этот чуть-чуть подешевле такой он складной пополам ломается с багажничком полицейский полис реком пау байкс и дам стрелять короче мы стрелки сзади деня деня а что у тебя за этот загад ну получается Glock 19 и какой-то автомат аэр 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 засветил да прикольненький с прицелом ничего себе тут без прицела никак аэр ну как обычно это м16 он здесь заряжен тяжел легенький патроны какой размер тут патронов ну два можно можно 5-6 или 2-3 да прикольно ну такой легенький мне нравится что он типа вообще можно с собой на охоту брать изи сейчас попробуем в деле мешание да можно не попал первый ну ты там редат видишь нет ты попал хорошо я знаю но проверил упс продолжаем пробуем голову не попал как ну что у меня получилось вот ну так немножко попал не ну ты ползай сделал ползай сделал сюда неплохо наповал все человека нет мне кажется я в нем камнем попал надо до конца прям в самый конец вот это интересно далеко сильно что не попадешь не попадешь мне кажется с дулом с таким кстати у тебя редат левее тебе надо левее стрелять чтобы в центр попадать нет он просто это я был в основном практика практика я тут практически живу ну не ну да супер я давай давай я зачет чувствую все попадаешь попадаешь не попал не вверх не правый кружок не вот эти большие вещь такие кружки это это 9 миллиметров поменьше это ff6 ты в плечо попал в пузо и влево весь 2 а ну ты его держи шабан когда когда стреляешь миг задержит дыхание ниже на 20 ты когда курорт нажимаешь ты дула двигаешь ты имеете себя когда нажимаешь ты двигаешь по любому попробуем кто с собой мы больше попадет конечно я уже результат знаю кто больше попадет но я что-то попробую так это тоже глава это тоже глава да то же самое смотреть заряжать вот так просто дернешь назад и он сама это надо пружинка просто было держу ты отпускаем надо не дергать снимаешь его с этого даже а от 2 да да вперед далеко с первой желтой делай на вот так хорошо не забывай что так и добей добей еще одна у тебя еще одна еще все все это морфа попал раз два три четыре пять шесть семь восемь девять попал ну слушай пять то сколько шесть промазал да а ну давай ну тут считай промазал раз два три четыре семь восемь девять десять один из 12 ну из них 9 в этот немножко ранил человека он точно не на самом деле это результат начального колеса себе это бой мой мой попадается попал так денис давай у тебя четко получается все попали почти в черную почти я для середины я буду а нельзя получается у тебя только это раз и только обучиться раз два четыре пять шесть семь восемь десять двенадцать тринадцать ну даже больше получается 4 а ну 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 да слушай и сколько подождись денег выстрелить за секунды 10 долларов спустили да не для меня это я самодельный буду патруль я на фан раз сеглой маленький летает наверно застрял патрон и есть какая разница вот этот больше как бы с собой носить это больше так для ну эти можно хоть кинуть когда пули закончат швыронул в лопушек но он горячий не но вот это моё наверно все таки я не ну за гави артиллеры таким знаешь на расстоянии защищаться да здесь не трудно а почему уже махнул ручкой и все давай попробуем у него от дачи сильнее да так понимаю пробу не забывай ходит то же самое это вообще маленькими ну ты попадаешь вижу что-то летит хочу красный попасть ну попал походу две какие-то рядом они а ну дать его в бок какой-то я доза туда ты больше правее стрелял в этом районе метился у меня уходи слушай михон ты это какой раз стреляешь 3 2 очень хорошо главное попал по мишени ну видишь на таком расстоянии ведь кто стрелять будет в основном наш люди видят сам дефенс михон смотри если ты защищаться пусть великата на расстоянии него стрелять не будет стрелять и больше на таком расстоянии это твое расстояние когда ты будешь просто пистолетом не кинул не заряженными все такого расстояния стреляешь вот тут а тут все этот без шансов тут без шансов вот как говорится 5 выстрелов одна дырка вот отсюда и пошел стрелять ну да интересно это занятие интересно никогда бы не хотелось применять это в жизни но для с как спорт интересно это только для защиты конечно там где-то на войне там где-то какие-то контрактные армии считают что это исключительно для защиты дома разве что это но слава богу никогда не случается не случалось я как спорт это где-то третий раз в руках стрельная держу с биби гана стрелял раньше магазин магазин большой засунул не ну вот это self-defense до а ну видишь это не для такого расстояния конечно это флайк просто вытащит дырян а ты чего-то нападаешь а а а а а а а а а пульки горячие летают да по шее ха 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 да 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 это 10 ярдов да да это 10 ярдов слушай давай его откатим подальше просто попробуем попасть хотя бы один раз давай щас чтобы интересно было я вроде с дальнего такого шмалял раньше то блин близко так достаточно короче ребята нормальная перестрелка почти уже выстрелили все пули но еще осталось для ар сейчас зарядит пестики мы подальше стрель так пробуем самую дальнюю 25 ярдов 25 метров я попал просто бумажку в мишень ни разу попал да выше попал туда же к обалденно ты ниже ниже метишься ли выше я я отмечу середину вообще а оно выше значит стреляет понял понял значит ниже надо метиться короче да вот эта штука конечно моща это просто автоматик автоматик если бы по спреял бы вот это я попал бы точно автоматическое режиме а ну ка я попробую тоже так друзья мы уже на районе тут в гостях джорджи постреляли с денисом приехали в гости немножко дома другие чем осисти смотрите как красиво смотрятся в джорджи домики обделанные стаку фасад вместо садинга тут и садинги сносном камень и стаку такая вот красота идем сейчас с друзьями куда-нибудь покушаем пока вышло солнышко в атланте оно здесь будет недолго буквально пару часов и опять ливень сейчас идет ураган со флориды какой-то в общем поедем посмотрим погуляем немножко по местным заехали на райончик в альфаретту такие красивые здесь дома как в кино отдельный домик отдельная семья живы там дальше шопинг центр такая архитектура в стиле италия франция очень красиво здесь фонтанчики ну да красота ну я думаю тут скупаться можно день в жаркий день только сверху сразу видно что не местные то чтобы говорить сидим в кафешке французской френч кафе называется не знаю как называется но фрэнч кафе точно это андрей михалыч у нас еще не спит сосочку грызет мы заказали тебе по блинчику вот водичка со льдом и кофе латте капучино вот название кафе интермецо называется слушал это название не французское итальянское что-то я уже наговорил много это вроде итальянское кафе просто музыка пошла не вот так что бон аппетит но